друзья всем привет приветствую вас на очередной торговой неделе в понедельник после выходных мы на площадках и снова за дело за анализ событий за поиск возможностей и скажем охоты за хорошими трейдами которые могут привести к приросту по депозитам этим занимаемся потому что для нас фундамент не пустой звук и мы уверены что фундамент это если не основная движущая сила то по крайней мере одна из очень важных компонент и нюансов которые обязательно нужно учитывать и ни в коем случае нельзя игнорировать если вы друзья смотрят смотрите этот ролик я думаю вы со мной согласитесь то что новостной фон он важен сегодня 18.00 по московскому времени мы будем разбирать события минувшей недели посмотрим на отчеты которые впереди и попробуем вместе я настаиваю на том чтобы мы это сделали вместе друзья потому что чем больше у нас будет мнение тем больше шансов выйти на золотую середину и точно понять что на площадках происходит поэтому я вас с большим удовольствием приглашаю и призываю все-таки поучаствовать вместе со мной касательно обсуждения событий того что с инструментами может произойти дальше давайте поговорим друзья вкратце о том что сложилось по итогам последнего дня на рынках это что происходит в принципе уже на азиатской сессии понедельника нефтянка у нас котируется на уровне 33 51 нефть растет целом почему потому что трейдеры отыгрывают появившиеся надежды скажем так после комментариев трампа после анонса экстренного заседания опек о том что россия саудовская аравия смогут вновь вернуться за стол переговоров и по крайней мере уйти на какое-то перемирие по ценовой войне что в целом должно убрать рынка но из проблем это рост приложений позволить покупателям перехватить инициативу продавцов и вытащить бренд к тем уровнем которые мы видели тут хэппи энд наверное стоит уже брать в кавычки потому что но не все так просто друзья я надеюсь вы прекрасно понимаете то что заседание опек пройдет да но пройдет дату же изменили кстати на сегодня она должна была быть запланирована однако вот последнюю новость которая прочитал сместили уже по графику 6 апреля на 9 то есть фактически в этот четверг я думаю то что этой неделе действительно будет судьбоносной для рынка нефти поскольку участникам рынка удастся уж точно определить и понять если какие-то вообще надежды для того чтобы котировки нефти сейчас развернулись и мы продолжаем с вами говорить о том если шансы того чтобы россия саудовская аравия и сша договорились друзья о солидарном сокращении нефтедобыч я думаю что но шанс конечно же всегда есть но я очень смотрю верю в такое предприятие почему потому что сша никогда не участвовали в таких сделках сша это не скажем тотальные государственные нефтепроизводители это большое количество разрозненных независимых частных нефтяниках которые занимаются сланцевой добычей разбросанных буквально по всей территории сша они не подконтрольны фактически государству нету даже какой-то четкой правовой базы чтобы она могла бы позволить трампу там махнуть палочкой и в принципе определить такие же директивы например как у саудской аравии перед сауди арамка и у россии перед ключевыми государственными нефтяными конторами такого нету в сша поэтому я уверен что у соединенных америки в принципе просто нет возможности присоединиться к этому соглашению и четко контролировать реальный объем нефтедобычи поэтому я сомневаюсь то что сша смогут даже при самом оптимистичном раскладе взять на себя какую-то весомую долю этого сокращения а без этого в принципе соглашение будет с натяжкой собственно называться соглашением будет ли существенно сокращать добычу россия ну если сша в незначительной степени возьмут на себя эти обязательства то почему тогда большую часть этого значительного сокращения должна будет приходиться на россию россия очень сейчас скажем негативно относится к любым мерам по урезанию производства поэтому максимум если что и поддержит это на несколько миллионов баррелей сокращение производства хорошо даже если саудовская аравия возьмет на себя все остальное в итоге мы увидим цифру в 10 миллионов баррелей по сокращению это к чему сейчас готовится оптимисты друзья этого все равно будет мало потому что на текущий момент перепроизводство составляет 20 миллионов и 10 миллионов а снижение добычи это не решение этой проблемы плюс ко всему не забывайте что рынок нефти провалился не просто так не из-за того что эти страны стали больше добывать да это одна из причин но основная причина заключается в том что он мировая экономика оказалась у разбитого корыто из-за глобальной экономической рецессии и кризиса при этом прецедента в истории мы до сих пор они нашли это уже привело к резкому сокращению спроса это серьезнейшая проблема поэтому чтобы не делали сейчас страны опек они не смогут развернуть котировки особенно не смогут добиться того чтобы возможно локальный интерес перерос в долгосрочную тенденцию до тех пор пока ситуация вокруг вируса не будет локализована тут друзья проблема сохраняется на сегодняшний день миллион двести семьдесят четыре тысячи заболевших геометрической прогрессии растет число количество летальных исходов также увеличивается эпицентрами остаются сша и страны европы вот на этой ноте я предлагаю перейти к индексу доллара и здесь лишь напомнить вам друзья что мы очень неплохо вошли в покупки индекс американской валюты держим длинные позиции но он фарм пэрлс вышли в пятницу разочаровали это вообще мягко сказано настолько удручающих цифр я вообще не видел никогда можно даже проверить когда последний раз но он фарм пэрлс указывал на снижение новых рабочих мест сразу на 700 тысяч при этом прогноз был снижение на 100 тысяч вы знаете в чем самая соль самая соль заключается в том что этот отчет но он фарм пэрлс полагался на данной трехнедельной давности то есть фактически тогда когда еще не действовали карантин и меры если бы у нас возможность была сейчас посмотреть на следующий отчет он фарм пэрлс то страшно представить какие там будут показатели могу с точностью друзья сказать что через месяц мы увидим что уровень заработки вырастет как минимум до 10 процентов при этом более 20 миллионов американских граждан останутся без работы это станет с тяжелейшим ударом для американской экономики уж точно заставить всех говорить о том что сша в страшной рецессии сопоставимой с масштабами или даже превосходящими масштабы рецессии после великой депрессии скорее ситуация будет еще хуже поэтому как вы думаете ну что в такой ситуации нужно делать трейдерам нужно друзья как минимум понимать что в такой обстановке спрос будет превалировать только на защиту и я продолжаю делать акцент на то что он прекрасным вариантом для инвестирования сейчас является валюта которая остается глобальной резервной валюты это доллар как бы вы доллар не купили против какого-то актива либо против индекса просто индекс доллар это будет хорошая сделка друзья по индексу я ориентируюсь на отметку 100 и 3 как минимум ну и соответственно ожидание роста доллара рост приведет к ослаблению евро и фунта тоже наши излюбленные валютной пары за которыми мы следим золото растет 1117 еще еще поезд не ушел можно купить друзья но может быть эти комментарии излишне потому что я говорю о том что золото нужно покупать уже давно надеюсь многие воспользуются этой рекомендации bitcoin также подрастает в принципе вполне понятная динамика учитывая как тесно биткоин в последнее время коррелирует золотом в ближайшие дни или даже часы точно закрепимся выше 7000 долларов за собственно один биткоин евро против доллара 1 0 8 14 мы снижаемся друзья цели 1 0 5 и высший отчет по индексу активности в сфере услуга германии в пятницу 31 7 тоже рекордный минимум по еврозоне такая же ситуация а до этого у нас был отчет по активности производственном секторе там тоже самое мы уже смирились с тем что экономика валютного блока потеряет во втором квартале больше 12 процентов я даже пытался вам математически объяснить почему используем опять же и придерживаясь таких ожиданий по спаду ну надеюсь тоже всем понятно то что евро нельзя таких условиях покупать фунт снижается 1 22 22 сейчас котировки наконец-таки мы его в пятницу продавили я уже был начал отчаиваться почему же фунт не снижается но вот наконец-таки все-таки давление возобладало и продавцы перехватили инициативу покупателей сфера услуг друзья крайне разочаровала сфера услуг по англии это 80 процентов всего экономического роста 3 4 5 с 35 и 7 фич прогнозирует что экономика англии в двадцатом году сократится на 4 процента я думаю что снижение на самом деле будет больше чем на 7 процентов по фунту цель остается прежняя 1 20 идем полномерно к этому ориентиру австралиец друзья против доллара еще на скажем пару минут займу на вашего внимания и времени 0.6013 сейчас котировки завтра до выхода на брифинга пройдет заседание резервного банка австралии в ходе которого будут скорее всего анонсированы новые меры экономического стимулирования ставка сейчас и без того на крайне низком уровне 0.25 процента сотых процента может быть ее даже скинуты до нуля в любом случае ухудшение экономических перспектив о чем будет говориться и потенциал еще большего смягчения экономической политики позволяет сейчас друзья ориентироваться на то что пара австралии против доллара продолжит развитие нисходящей динамики с целью на отметке 0.57 0.58 на этом всем сегодня на вебинаре поговорим еще раз обо всем подробнее конкретнее желаю вам хорошей и торговой сессии торговой недели всего доброго до свидания